всем привет вы на канале всяко-разно из китая я вас приветствую сегодня у меня на распаковочке и на обзоре будет вот такая вот посылочка который должен находиться смартфон аукетель как 10 этот смартфон довольно интересный и чем он интересен давайте сейчас распаковывать и я буду вам рассказывать и тестировать смотреть конечно действительно ли характеристики заявленные производителям совпадают с реальностью доставлялась мне службой сдэк как видите написано вот сдэк это транспортная компания сейчас мы распакуем так сдэки у нас вот такой какой-то дичель я думал эта коробка это просто у нас из кусков картона кусками картона короче обклеили основную коробку телефона вот она ну хорошо хоть коробку не обклеили а то бывают китайцы молодцы обклеивают коробку скотчем зачем так делать но здесь у нас все хорошо в общем-то нас встречает такая фирменная коробочка с красующийся надписью к 10 это модель смартфона название фирмы аукетель давайте распаковывать смотреть здесь видимо сам смартфон о такой ребята увесистый кстати с вес смартфона у нас составляет двести восемьдесят три грамма почему он такой тяжеленький я также дальше вам объясню так далее давайте что здесь а вот так снимается давайте посмотрим что в комплекте идет 1 коробке нас что встречает чего-то очень много всего идет кабель тайп си и джек 35 это для подключения наушников смартфоне нету разъема 35 для подключения наушников но есть вот такой переходничок вставляется в тайп си потом сюда вставляется наушник также идет у нас кабель тайп си юсби для подключения либо флешки либо еще чего-то к этому смартфону отлично так кабель зарядки 30 и тайп си есть комплекте ухты также идет такая скрепочка но она идет у нас пластиковая вот такая пластиковая ручка и металлическая игла для чего сейчас также дальше расскажу понятно здесь видимо идет зарядное устройство кстати зарядное устройство какое-то мощное у нас должно быть ну да она такое смотрите массивненько сейчас скажу вам сколько чего здесь 5 вольт 5 ампер знаете для чего такая мощная зарядка нужно этому смартфону да для того чтобы зарядить его аккумулятор который имеет 11000 миллиампер час вы представляете 11000 миллиампер час с помощью этой батареи смартфон работает в постоянном использовании то есть включили его и не выключаете 14-15 часов то есть весь день можно пользоваться еще останется если пользоваться им в обычном режиме там звонить там зашел вышел в обычном режиме то этой батареи хватит этому смартфону на 5 на 6 дней то есть на всю рабочую неделю офигеть далее давайте смотреть еще одна у нас коробочка но здесь скорее всего какой-нибудь мануал или что это а ну да идет мануал идет гарантийный талон и идет у нас защитная пленка такая защитная пленка для наклейки на дисплей ну в принципе все ну что же давайте распакуем сам смартфон вот он вот он у нас красавчик ага он идет у нас сразу с таком силиконовом бампере ухты были нормальный такой телефончик у такой силиконовый бампер идет он видите тонированный то очень тоненький спасибо что он идет в комплекте далее какая-то вот такая пленка была сзади но она что-то отвалилась здесь у нас на задней крышке имитация под кожу нарисована но это не кожа это наклеена кожзам скорее всего кожзам а может и кожа ну тут проверять конечно я не буду тыкать сигаретами в него ну такая поверхность имеется лицевой стороне идет уже наклеенная защитная пленка транспортировочная да ну хотя она в принципе наклеена сносно можно ей и еще попользоваться размер дисплея 6 дюймов технология у гс безвоздушная прослойка разрешение 2160 на 1080 камера для сэлфи как заявляют у нас 8 мегапикселей задняя камера у нас сдвоенная и она имеет разрешение 16 мегапикселей кстати матрица стоит от samsung в этой камере смартфон поддерживает 4g nfc gps a gps глонасс оперативной памяти в телефоне 6 гигабайт и встроенной памяти 64 гигабайта также можно расширить память с помощью установки сюда micro sd карточки с расширением до 256 гигабайт ну и android должен стоять у нас 71 также смартфоне есть сканер отпечатка пальца взбойная вспышка кнопка включения выключения качельки громкости с левой стороны лоток давайте вытащим лоток вот для чего нам нужна была эта скрепка вставляем в отверстие нажимаем легким движением руки достаем лоток в который можно будет установить либо две сим-карты и пользоваться ими либо одну сим-карту и как я говорил можно расширить внутреннюю память с помощью установки в данный лоток micro sd карточки с расширением до 256 гигабайт но встроенной памяти повторюсь что здесь 64 гигабайта в принципе немало лоток у нас выполнен из металла как и основная рамка корпуса но на внешний вид мне смартфончик понравился давайте его запустим так телефон завелся в общем то он у нас видимо не запускался давайте сейчас я произведу все настройки установлю тестовые программки и сделаю видео тестовое сделаю фото тестовое продолжим обзор ну что же все манипуляции которые я хотел я с этим телефоном произвел что могу добавить имеется датчик событий как видите моргает пришло там сообщение подмигивает также он реагирует на состояние батареи и на зарядку батареи по камерам переднем я не сказал вам что камера здесь сдвоенная и также имеется вспышка на передней камере то есть для селфи вообще супер по датчику отпечатка пальцев то есть я его уже настроил вот подношу оп все срабатывает вообще элементарно и без всяких сбоев да и каких-то там лагов и давайте по порядку начнем с дисплея дисплей действительно очень порадовал угс стопроцентный смотрите никаких затемнений ничего не происходит то есть картинка расположена очень близко к экрану ну эта технология здесь присутствует ну ладно потом приложу к видео образцы фотографии видео вы посмотрите вживую как это все выглядит теперь давайте посмотрим что нам показали тестеры первым делом посмотрим antutu benchmark который нам показал 66 тысяч 500 и это я считаю довольно неплохой результат акселерометр ну естественно присутствует датчик освещения также работает как вы видите ориентировочные сенсоры также работают все датчик приближенности срабатывает гироскоп у нас ну так же все отлично в общем-то по заявленным характеристикам все совпадает то что ж давайте я вам предоставлю фотографии образцы видео и вы оцените качество видео и качество картинки и так тестируем видеокамеру смартфона у китель к 10 проверяем качество звука качество видео проверяем автофокус автофокус присутствует все хорошо но на дисплее телефона выглядит вообще все замечательно макросъемка об просто обалденно камера вообще шикарная ребят так все снимает у нас шикарно да вот так снимает камера это с учетом того что сейчас мы находимся в помещении с искусственным освещением оценивайте качество звука оценивайте картинку пишите свои мысли по поводу этой камеры как вам нравится или не нравится как качество звука оценивайте ну на мой взгляд довольно неплохо все снимает также тестируем сэлфи камеру которая у нас сдвоенная со вспышкой вот так она снимает ну здесь естественно автофокус отсутствует но по моему 6 мегапикселей здесь точно присутствует также оценивайте пишите свои мнения по этой камере динамики стоят довольно неплохие звук очень громкий давайте я вам покажу как играет этот телефон в игре для этого мы будем использовать игру асфальт 8 что ребята играю не могу остановиться некогда даже с вами поговорить рассказать как она играет в общем то играет вообще великолепно никаких притормаживаний никаких лагов мной не замечено все гироскоп все отлично работает все сенсоры все супер просто супер отлично ну посмотрите сами и вы все поймете то есть телефончик можно использовать как для работы ну естественно как телефон как видеокамеру как фотоаппарат хороший как игровую машинку да вот если появилось время отдохнуть посидеть поиграть вот пожалуйста можете поиграть вообще без проблем тянет любую игру сенсорных кнопок до или механических кнопок на самом смартфоне нету но для того чтобы они появились сделаем вот такой слайд влево и видите появляется вот такая вот строчка и вот с помощью нее можно выйти в основное меню стоимость данной модели на данный момент 17 тысяч рублей это 290 долларов ссылка на товар будет под видео принципе придраться к этому смартфону ну просто не к чему но я нашел к чему придраться а это послушайте вот такой звук производит этот телефон это все из-за того что здесь также алюминиевые кнопки они немножко болтаются своих местах но принципе это не критично но такой косячок я нашел больше придраться не к чему реально подписывайтесь на канал ставьте лайк под этим видео и тогда мы с вами увидимся в следующих видео пока пока покупаете что-то в интернете и думаете как сэкономить начни возвращать часть денег с покупок в онлайне зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе и пен пользоваться сервисом очень просто достаточно выбрать нужный магазин на сайте и пен точка бизет и совершать покупки как обычно кэшбэк будет начислен автоматически вывести кэшбэк можно сразу после получения товара выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссии в рублях и долларах регистрируйся в кэшбэк-сервисе и пен и будь счастлив